В Барнауле прошел кредитный субботник. В течение недели волонтеры искали на улицах краевой столицы объявления с предложениями займов независимо от кредитной истории по одному только паспорту с целью охоты на нелегальных кредиторов. Можно ли остаться в плюсе, взяв быстрые деньги? Говорим сегодня с экспертом Ассоциации по защите прав заемщиков Игорем Нестеровым. Игорь Леонидович, здравствуйте. Добрый день. Ребята много ли собрали листовок и действительно там есть какая-то незаконная составляющая? Во-первых, я скажу, что собирали не только ребята. В этой акции участвовали работники территориальных органов социальной защиты в Алтайском крае, от них мы тоже получили ряд таких объявлений. Объявлений достаточно много. Мы обнаружили, на наш взгляд, организации, которые имеют признаки черного кредитования, то есть осуществляют профессиональную деятельность по выдаче кредитов и не состоят в государственном реестре либо микрофинансовых организаций, либо кредитных кооперативов и ломбардов, ну и соответственно не являются банками. Вот такие организации мы обнаружили, точнее волонтеры обнаружили. Кроме этого, в обязательном порядке в каждую такую организацию был осуществлен телефонный звонок, чтобы подтвердить, что именно сегодня, именно сейчас эта организация готова выдать займ. Вот вы звонили и представлялись как человек, который хочет взять кредит? Да, да. Волонтеры звонили и говорили, могу ли я взять у вас кредит, могу ли я это сделать сегодня, куда мне подойти, под какой процент и так далее. Вот какие признаки мошенничества можно определить уже в разговорном, в телефонном разговоре? Есть такое правило, в общем-то, железное. Чем проще взять займ, тем больше может быть впоследствии проблем. И когда организация пишет, что у нас было, допустим, несколько объявлений таких, если вам отказали банки, если вам отказали везде, приходите, нам неважно, есть у вас кредитная история, являетесь ли вы безработным, по одному паспорту мы выдадим такой займ. Ну, это уже возникают подозрения. Плюс организация, которая не состоит в реестре. В принципе, это достаточно легко определить. Реестры опубликованы на сайте Центрального банка Российской Федерации. Можно еще проще сделать. Можно позвонить на горячую линию банка и спросить, вот эта организация с таким-то названием, она входит в государственный реестр или нет. Если вам говорят, что она не входит, это однозначно черный кредитор. Но у нас возникли еще такие вопросы. У нас сегодня перед Новым годом очень сильно активизировались кредитные брокеры, кредитные помощники. Вот Ленинский проспект заклеен, Красноармейский проспект заклеен, то же самое. Брокеры — это те, кто помогают? Да, это те, кто помогают. Они говорят так, мы сами не выдаем, мы поможем вам взять в банках. Здесь тоже есть определенные проблемы, потому что некоторые организации говорят так, ну, вы нам платите там, условно говоря, 10 тысяч, мы работаем, и после этого вы получаете займ. К сожалению, мы сталкивались с такими ситуациями, когда человек платил, а потом выяснялось, что ему в банках кредит-то не дают. То есть результаты они не обещают? Они обещают такой результат. Они говорят, а посмотрите, кредитный, посмотрите договор, который мы с вами подписали. Мы же вам обещали консультацию, как взять кредит. А то, что вам кредит не дали, и у вас плохая кредитная история, и вас в банках не ждут, так это ваши проблемы. Так это мы знали и без брокеров. То есть читается договор лучше. Человек потом приходит в полицию и говорит, так меня же обманули. А в полиции говорит, да вас никто не обманывал. Они же сказали, что окажут вам консультацию. Они и оказали консультацию. Игорь Леонидович, всегда ли, проанализировав ситуацию, можно ли сказать, всегда ли микрофинансовая организация, ну уже примерно что-то мошенническое, да? Либо все-таки это организация, которая... Если мы говорим про микрофинансовую организацию. Микрофинансовая организация, это участник финансового рынка, которая включена в государственный реестр, которая действует по закону. Она не является мошенником. Она действует в соответствии с законом о микрофинансировании. Конечно, мы никому никогда не посоветуем туда идти. Конечно, там огромные проценты. Конечно, там огромные штрафы. Но когда человек имеет дело с черными кредиторами, у него вообще нет никакой гарантии. Иметь отношение с черными кредиторами, это очень дорого. Это очень накладно. Ну вот я хочу сказать такой один момент интересный. Ассоциация по защите прав заемщиков второй раз уже проводит кредитный субботник. Кредитный субботник впервые был проведен в 2016 году. И вот тогда были найдены 37 организаций с признаками черного кредитования. А в этот раз дружинники, молодежные финансовые дружины, обнаружили таких 16 организаций. А с чем связано уменьшение, на ваш взгляд? А вы знаете, связано это с очень серьезным ужесточением со стороны и Центрального банка, и, в общем-то, правоохранительных органов. И, ну, я не знаю, если вы, вы, наверное, хотите задать вопрос, сколько их вообще? Конечно. Наверное, никто не знает. По данным Центрального банка, Центральный банк в этом году обнаружил около двух тысяч организаций, которые занимаются нелегальным кредитованием, но они обнаружили по незаконным сайтам. А сколько в деревнях, в районах людей, которые вот кредитуют там соседи, потом взимают деньги, ну, этого на самом деле никто не знает. Говорят, безусловно, читаете договоры перед тем, как вы заключаете любой какой-то кредитный договор. Но что делать людям, вот вы сейчас сами сказали, что очень многие кредитуются из деревень, люди малограмотные в финансовых вопросах. Если читает, а не видит, он не понимает, где можно получить грамотную консультацию и есть ли такие консультации у нас на бесплатной основе. Ну, конечно, можно обратиться к нам в ассоциацию. Я вам хочу сказать, что, к сожалению, не только в отношении черных кредиторов, но и некоторых официальных белых кредиторов, в том числе банков, возникают такие ситуации, когда человек говорит, дайте мне, я внимательно ознакомлюсь с кредитным договором, ему говорят, вы сначала подписывайте, а потом уже знакомьтесь, пожалуйста. Но это незаконно. В течение скольких дней можно взять с собой. В течение пяти дней человек имеет право взять кредитный договор, договор займа, для того, чтобы ознакомиться и после этого вынести решение. Либо подписываю, либо отказываюсь. Но об этом, конечно, мало кто знает. Мы в обязательном порядке всегда советуем. Конечно, надо читать. Конечно, надо сравнивать. Но, во-первых, банки и те же самые микрофинансовые организации в своих рекламных объявлениях дают рекламную информацию. Когда человек приходит в банк, то там оказываются немножко другие условия. Понять некоторые нюансы кредитного договора, договора займа, и как они отразятся на человеке в определенный период, тоже сложно. Поэтому мы все-таки советуем, если у вас возникли какие-то сомнения, если у вас возникли какие-то проблемы, вы обратитесь к специалистам в этом вопросе. Можно обратиться в Ассоциацию по защите прав заемщиков. То есть у нас консультация будет бесплатной. Во всяком случае, человеку скажут, где можно, на что можно, ну, простым языком говорить, налететь. Где можно получить проблемы. Нужно с этим связываться или не нужно. Ну, а так, ну, универсальное правило, конечно, читать. И универсальное правило, никогда, ни при каких обстоятельствах, не иметь дел с черными кредиторами. Последний вопрос, короткий. Куда вы направили обращение, и вот те якобы черные кредиторы, мнимые? Ну, организации с признаками. В этот раз, во время проведения кредитного субботника, очень большую заинтересованность в его проведении выразил отдел по работе с нарушениями на финансовом рынке управления по экономической безопасности ГУВД Алтайского края. Значит, мы обязательно все материалы направим им. Они уже прямо это звонят, требуют, когда. Да, ждут. Ну, и, конечно, часть еще нарушений, которые мы нашли, это нарушение закона о рекламе. То есть, часть материалов мы отдадим в УБЭП, а часть материалов мы отдадим в Федеральную антимонопольную службу. Благодарю вас за доброе дело и за беседу. Спасибо. Это была программа «Наше время». Мы сегодня говорили о том, как не попасть в ловушку мошенников, беря кредит перед Новым годом, с экспертом Ассоциации по защите прав заемщиков Игорем Нестеровым. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин